На новом заводе ДССК будет производиться каучук пятого поколения, а из него, в свою очередь, высококачественные шины с низким сопротивлением и повышенной износа стойкостью. Шины, сделанные с применением такого каучука, вращаются очень эффективно, тратя минимальное количество энергии. Таким образом, водители получают экономичный и экологический продукт. Производственная мощность – 60 тысяч тонн в год, сумма инвестиций – 11 миллиардов рублей. Строится завод будет на территории Нижнекамск-Нептихима. Площадь – 6,5 гектаров. Большую часть новых рабочих мест, а их будет 183 человека, займут работники других производств Нижнекамск-Нептихима. Это наши люди будут растет. Представьте, если 180 человек, одно повышение на 6-й разряд тянет за собой 5-6 человек. Соответственно, зарплата вырастает. Новое производство будет выбрасывать в атмосферу 22 загрязняющих вещества. Правда, химики уверены – нижнекамцам ничего плохого не грозит. В том числе 6 твердых, 16 жидких, газообразных. Общий валовый выброс увеличится на 138 тонн в год или 5 грамм в секунду, что составляет менее 0,5%. Эти цифры скоро будут изучать специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Без их разрешения завод не запустится. Они сейчас разработали примерный проект именно на введение строительных работ. До введения в эксплуатацию этого завода, нового завода, они должны получить ряд документов, включая и по линию Росприроднадзора разрешения на выброс, и положительные государственные экологические экспертизы. По линии Роспотребнадзора они с санитарной экологической экспертизой, хоть не экологические, а заключения положительные должны получить. Без вот этих документов данный завод, данный объект не будет введен. На слушание мог прийти каждый. Несмотря на болезненное отношение нижнекамцев к химии и к выбросам, поговорить о новом заводе и озвучить свое мнение пришли немногие. И острых вопросов не звучало. Хотя предстоящих слушаниях было известно заранее. Поэтому мы спросили нижнекамцев сами, что они думают о появлении нового производства. Не знаю. И так уж много завода. Зачем они строят? Я не знаю. Конечно, я не хотела бы. Рабочие места всегда есть. Просто молодежь не хочет идти работать и все. Ну, заводов много уже, конечно. Дышать, наверное, нечем. Все равно. Ведь бывают такие времена, что дышать нечем. Ознакомиться с подробностями строительства нового завода можно и сейчас. До 22 ноября в здании техникум и нефтехимии и нефтепереработки будет находиться пакет документов. Можно оставить свои предложения и замечания. Александр Комаров, Ахрисламов. Новости НТР.